здравствуйте как отремонтировать светодиодную люстру с пультом чтобы отремонтировать люстру сначала разберем ее устройство главной деталью такой люстры является контроллер который с помощью антенны принимает радиокоманды от пульта и подает напряжение на ту или иную часть люстры обычно такая люстра имеет две или три отдельно включающиеся части которые могут включаться как по отдельности так и вместе в различных комбинациях каждая часть люстры получает питание не прямо от контроллера а через электронный трансформатор у нашей люстры три трансформатора у каждого трансформатора есть вход и выход на вход подается переменное напряжение 220 вольт а на выходе получаем постоянное которое может иметь значение 12 вольт или другое значение которое указано на корпусе трансформатора обратимся к контроллеру он получает фазу и ноль с проводов выходящих с потолка принцип его работы напоминает трехклавишный выключатель фаза с коричневого провода может подаваться через контакты контроллера на желтый белый и синий провода включая тем самым разные части люстры ноль по черному проводу подается на контроллер и поступает через внутреннюю перемычку на другой черный провод этот ноль по красным проводам подается на вход первого второго и третьего трансформаторов фаза на вход первого трансформатора поступает с желтого провода контроллера по красному проводу трансформатора на вход первого трансформатора поступит напряжение 220 вольт тогда когда контроллер замкнет контакт А, получив соответствующую команду от пульта. Фаза на вход второго трансформатора подается с белого провода контроллера по красному проводу трансформатора, а фаза на вход третьего трансформатора подается с синего провода контроллера по красному проводу трансформатора. Аналогично фаза с белого провода по команде пультом подается на второй трансформатор, а с синего на третий трансформатор. Синие провода с выхода первого трансформатора подают постоянное напряжение на одну часть люстры. Синие провода с выхода второго трансформатора подают постоянное напряжение на вторую часть люстры. С третьего трансформатора постоянное напряжение подается на третью часть люстры. Таким образом, подавая команды пультом, можно подавать постоянное напряжение на разные части люстры. Итак, люстра с пультом, ремонт. Ситуация первая. Если люстра с пультом не включается совсем, сначала проверьте батарейки в пульте и убедитесь, что на саму люстру подается питание. Питание есть и батарейки в порядке, но контроллер не издает щелчков при нажатии кнопок пульта, значит есть подозрение, что он неисправен. Проверить это легко. Отключите питание люстры автоматом, подайте 0 и фазу на вход всех трансформаторов. Подайте питание на люстру. Все части люстры включились, значит контроллер неисправен и его нужно заменить на такой же. Ситуация вторая. Люстра с пультом не работает один режим. Сначала проверьте исправность ламп на этом режиме. Если лампы исправны, то отключите питание люстры автоматом. Подайте 0 и фазу на вход всех трансформаторов. Подайте питание на люстру. Если все режимы включились, то неисправен один из выходов контроллера, который подает питание на эту часть люстры. Нужно менять контроллер. Либо подключить трансформатор неработающего режима к любому исправному выходу контроллера. При этом неисправная линия будет включаться только вместе с той линией, к которой ее подключили. Если неисправная линия не включилась при подаче напряжения на все трансформаторы, то неисправен трансформатор и его нужно менять. Подтвердить неисправность трансформатора можно, подав постоянное напряжение с выхода другого трансформатора при условии, что характеристики этих трансформаторов полностью одинаковы. Если режим включился, то точно нужно менять трансформатор. Ситуация третья. Как переделать люстру с пультом на обычную. Если контроллер неисправен, то его можно удалить и люстра будет работать, как обычная. Удаляем контроллер. Соединяем ноль напрямую. Подаем фазу на все части люстры. Люстра будет работать от одноклавишного выключателя. Если проводка позволяет двухклавишную люстру, тогда фазу одной клавиши подаем на одну часть люстры, а фазу второй клавиши подаем на оставшиеся части люстры. Люстра будет работать в полном объеме, но без пульта. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока.